Это же тоже на самом деле абсолютнейший коммерческий проект. Сам по себе эти всякие шоу, они какую-то дают отдушину. Ну как-то там мелькает какой-нибудь талантливый мальчик или девочка, у него появляется возможность засветиться. Дальше все-таки от него, потому что если он начинает интересно работать и продвигать в интернете свое искусство, а это тоже сейчас можно делать, то возможно народ постепенно-постепенно-постепенно полюбит этого исполнителя. То есть какой-то шанс все-таки голос дает. Вот. И надо сказать, что отборщики, ну и Градский, допустим, и тот же Валера Леонтьев, и кто там еще. Вот Валеру я видел, это на главной сцене, да, а на голосе сидели Градский, потом Варвара, да, вот последняя, да, там кто там еще был. Сейчас там Лепс. Ну Лепс, да, ну профессиональный человек. В общем, отборщики так более-менее профессиональные люди, они дают какой-то шанс. А дальше должна индустрия работать, должны менеджеры работать, должны, так сказать, артист сам себя продвигать не сможет, это дорогое удовольствие, во-первых. А во-вторых, они просто и не умеют. Спеть умеют, а продвинуть себя нет. Но они не нужны, они просто не нужны. Во-первых, рынок диктует спрос, потому что сейчас, если вы спросите артистов, то огромный спад даже корпоративов, которые кормил артистов. Раньше нас кормил Москонцерт. Москонцерта была разнарядка, спущенная из ЦК. Значит, в таком-то регионе, в такой-то области должно быть столько-то эстрадных концертов, столько-то фольклорных, столько-то классических. И директор филармонии ни влево, ни вправо. Он обязан был обеспечить прием этих артистов и концерты. И я вам скажу, это работало. Сейчас все отдано на откуп рынку. Политика в области культуры тоже на откуп рынку. И дальше вопросы такие. Ага, если ваше классическое искусство там не покупается, значит, оно не нужно. Ребята, ну давайте музей закроем, давайте библиотеки закроем. Они же тоже слабо посещаются. Давайте закроем, что там? И будем, и ванны, не помнящие родства. Нормально. Вот, поэтому, вот в театре у себя я наблюдал такую тенденцию. Значит, мы сделали спектакли от трехлетнего возраста. Прошло примерно лет, наверное, 10. И эти дети, которые ходили в трехлетнем возрасте, сейчас ходят в театр. И будут ходить. И будут ходить уже без родителей. А сначала их привели родители. О чем я говорю? Это значит, в первую очередь, ответственность на родителях. А родителям надо тоже объяснять. И, кстати, не дурными сериалами, где на каждую минуту три трупа, да? А на образцах прекрасного, да? Что если ты, дундук, вырос без театра, без классической музыки, без национальной музыки, да? То хотя бы ребенка поведи. Найди деньги, поведи ребенка на музыкальный спектакль, на какой-то, даже не голос. Голос он успеет, да? А вот на какое-то такое высокое искусство. Глядишь, мальчик-девочка постепенно привыкает. И это входит в потребность. И человек начинает ощущать, что он без театра. И вот тогда он не покупает 41-ю кофточку или 41-е джинсы, а покупает билет в филармонию. Понимаете? Это все происходит уже спонтанно. А в первую очередь это родители. А родителям тоже надо объяснять. И тратить наши народные деньги с экранов не так, чтобы помои лились оттуда, а действительно прекрасное что-то. Вот, собственно.